Припарковала машину, сейчас иду платить за парковку. Вот такие цены, 15 минут, 15 центов, 30 минут, 30 центов, 2 часа, евро 20. Надо ждать без сдачи. Евро 20. Талончик. И вот до 15.52 у меня свободных 2 часа. И вот надо положить вот сюда, на торпеду, чтобы полиция вдруг будет ходить, смотреть кто не заплатил. Иду 2. А у меня оплачены. Но нужно двигаться быстро. Чтобы вложиться в 2 часа. Конечно, это сильно раздражает, эти платные парковки. Покажу, что купила сегодня на ужин. Хлеб не покупаю в обычных супермаркетах. Есть специальная такая, у них давно работающая пекарня, где хлеб уходит по всем традиционным рецептам старинным. Такой хлеб стоит, он очень вкусный. Такой хлеб стоит евро 90. Но он очень вкусный. Действительно, вкусный отличается от супермаркета. Мясо. Килограмм. Почти 400 грамм 5 евро. Но это хорошее мясо. Такое соевое масло. Цена его. Цена масла. Евро 44. Это крем не для меня. А эти овощи покупаю в специальном фермерском магазине. Тоже не в маркете. Типа эко-продукты. Авокадо. Еще зелененькие, тверденькие полежат. Немножко каштанчиков. Морковка, лук и помидоры. Такие овощи я купила на 5,48. Почти полкило каштанов. Евро 68. Лук. Полкило лука 56 центов. Морковка. Морковка. Полкило морковки. 23 цента. Томаты. Почти 2 килограмма. Евро 52. Две авокадинки. Евро 26. И листья салата. 23 цента. В принципе вот эти эко-продукты особо не отличаются по цене от маркетовских. Чуть-чуть может быть дороже бывает. А так по качеству они действительно лучше. Каштаны слаще, чем в маркете. И это оказывается цветет алоэ. Никогда бы не подумала, что алоэ может так цвести. Красота. И что пить? Помбу. Помбу в борчуге? Голуб. Голуб. Рашин. Голуб. Это дикий голуб. И я в первый раз жюю. Бедная птичка. Порпиор. Какая запасная. Я не могу это сделать. Голуб. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас уже, конечно, чувствую разницу. Как только открыли вино и потом перелили, немножко постояло, подышало, разница колоссальная, конечно. И предварительно желательно, конечно, открывать вино перед ужином. Открыли вино, оно постояло минут 30, поколотили бутылочку, лучше, конечно, перелить в декантер и потом наливать, наслаждаться вином. В носках сижу, тут очень тепло, это мое любимое место для камня.